Добрый день. Мы продолжим сегодня разговор об особенностях туристического рынка зарубежной Европы. И сегодня я хотел бы более подробно поговорить об одной европейской стране, которая очень активно участвует в европейском туризме, и которая весьма показательна в плане, как можно организовать туристический бизнес и туристическую индустрию на территории своей страны. Я хотел бы поговорить сегодня о Германии. И почему Германия? У меня сейчас как одна из наиболее репрезентативных стран. Дело в том, что Германия очень активно участвует в мировой индустрии туризма. В Германии население примерно 80 миллионов человек. И примерно 50 миллионов ежегодно пересекают национальные границы. То есть мы можем встретить группы немецких туристов во многих уголках земного шара. Немцы очень любят путешествовать не только по своей стране, но и выезжают очень охотно за рубеж. И мы можем констатировать, что в Германии путешествуют все дети, которые по территориям своих земель совершают уже в школьные годы путешествия. Потом эти дети становятся взрослыми, они выезжают в близлежащие соседние страны. И потом немцы, которые выходят на пенсию, они социально обеспечены и продолжают путешествовать по многим зарубежным территориям. И в то же время Германия страна, представляющая большой интерес для того, чтобы мы посетили вот эту страну. Она находится в центре Европы. Германия пережила много событий в своей истории. И Германия, как никакая другая страна, накопила огромное количество достопримечательностей, исторических памятников, которые и туристы охотно включают в свой маршрут. И вот если мы посмотрим, куда выезжают российские туристы, то на первом месте, конечно, у нас стоит место, где мы любим, так сказать, отдыхать по системе пляж и море. Это вот Турция, это Египет, Эмираты. Но затем мы уже выделяем целый ряд стран, куда мы охотно выезжаем с туристскими такими, с целями познакомиться с теми или иными достопримечательностями. И вот Германия это одна из стран, которая наиболее, в общем, привлекает наших людей. Наших граждан. Германия это страна, находящаяся в центре Европы. И с севера на юг это примерно 860 тысяч километров. А с запада на восток это где-то 600 тысяч километров. У нас после Второй мировой войны было две Германии. Западная Германия и Восточная Германия. И существовало два германских государства на немецкой земле. В 1989 году начался процесс объединения Германии. В 1990 году это произошло. И сейчас это единая страна. Единая страна, которая включает 17 земель. И страна, которая развивается как единое экономическое целое. И тогда вот давайте сегодня поговорим более подробно, а что, собственно, мы можем посмотреть в этой интересной стране. Потому что очень много здесь предлагается туристам всяких достопримечательностей. И мы в Германии имеем возможность путешествовать и по историческим местам. Имеем возможность провести лечение на определенных курортах, где есть известные минеральные воды. Есть возможности для развития спортивного туризма. Мы можем путешествовать на пароходе по тем или иным рекам Германии. Вот я вам показываю, так сказать, на экране схему федерального государства в Центральной Европе. Население 82 миллиона человек. И в Германии прежде всего мы должны посещать крупные города. Крупные города, которые раньше многие из них были столицами отдельных германских княжеств. Берлин, Лейпциг, Дрезден, Франкфурт, Мюнхен, Ганновер, Гамбург, Киль, Росток, Бремен. Вот это те города, которые очень интересно посетить и познакомиться с историей этих, так сказать, историей этих городов. Ну, начнем мы наше путешествие с Берлина. С Берлина. Берлин – это столица, в общем, объединенной Германии. У нас было две столицы – Бонн и Берлин. Историческая столица – Берлин. Но когда было два германских государства, то Западная Германия имела, так сказать, в качестве столицы свой город на берегах Рейна – Бонн. Но после объединения в Берлин снова переехало правительство. Это стало сейчас город, столица, вот, объединенной Германией. И, конечно, визитной карточкой, визитной карточкой, вот, Берлина является Брандербургские ворота. Брандербургские ворота – это, Брандербургские ворота – одна из таких самых известных достопримечательностей Берлина. И вот, раньше это была станция железной дороги. Но когда-то в крепостной стене, окружавшей Берлин, вот, было таких 14 ворот. И сохранились только одни – ворота, построенные в 1791 году по распоряжению короля Пруссии Фридриха Вильгельма II по образцу, вот, афинских пропилеев. И за два столетия они явились свидетелем многих исторических событий. В 1806 году Наполеон велел снять с ворот квадригу и отправить в Париж как военный трофей. А через 8 лет фельдмаршал Брюхер вернул скульптуру обратно. В 30-х годах 20-го столетия они приобрели печальную известность из-за нацистских шествий с факелами. После возведения Берлинской стены ворота оказались со стороны ГДР и стали как бы символом разделения Германии. А теперь Брандербургские ворота вновь украшают отреставрированная квадрига «Орел» и «Прусский железный крест». И за более чем 200 лет своего существования они были окрашены в разные цвета. Они были светло-коричневого цвета, нежно-зеленого, желтого-голубого. А сейчас Брандербургские ворота белые, то есть так, как это было в 1791 году. Вот еще, так сказать, один вид на Брандербургские ворота. Вот здесь мы на экране видим пригород Берлина, Потсдам. Это местечко очень известное. И Потсдам считается как бы вот таким историческим городом. И даже целые районы этого пригорода Берлина объявлены в ЮНЕСКО как центр всемирного культурного наследия. И Потсдам очень хорошо наблюдать с воды, проехав на теплоходе вокруг Берлина. И вот здесь мы видим одна из таких вот достопримечательностей. Вот современные постройки в Потсдаме, которые мы наблюдаем с парохода. К другим городам, которые находятся на территории Восточной Германии, мы должны отнести Дрезден. Дрезден очень известное место на территории Германии. И славу этому городу составляют прежде всего такие архитектурные шедевры, как Фрауенкирхе, дворец Цвингер и вот опера Эземпера, которую вы видите сейчас на экране. В Дрездене находится всемирно известный музей зеленой своды, Дрензенская картинная галерея. И в этом городе очень богатые музыкальные и художественные традиции. И что рекомендует также туристам, это вот окрестности, окрестности этого города. Потому что здесь вот берега Эльбы со скалами причудливых форм, великолепные замки и виллы. Ну, Дрезден славится и своими рождественскими пирогами, изделиями народных художественных промыслов. И в Дрездене находится самый старый в мире и самый красивый молочный магазин. Тоже, так сказать, туристов приводят посетить это место. Здесь мы видим на экране Эрфурт, Эрфуртский собор и церковь, церковь Северикирхи. И это место очень посещаемо туристов, потому что Эрфурт иногда называют Римом Тюрингии. И обязательно надо посетить здесь барочную цитадель Петерсберг с ее подземными ходами и прекрасными видами на город. И из Эрфурта обычно туристы совершают поездки в Тюрингенский лес, самой длинной горной туристской тропой Германии. Значит, это место для пешего туризма. Старая ратуша в Боне. Вот Бонн – это город, который сделан, так сказать, ну, специально превращен в столицу в Западной Германии. И вот здесь мы видим, так сказать, вот некоторые постройки с реки этого города. Бонн – это находится в очень живописном месте, и туристам также предлагают его посетить. Кёльн. Кёльн – это старейший, один из старейших городов Германии. Начало его, так сказать, история этого города началась примерно, так сказать, около двух тысяч лет назад. С римского поселения колония на берегах Рейна. Расположенный в самом центре Западной Европы, он имеет прекрасно налаженную транспортную сеть. И там много, так сказать, выставочных комплексов. В Кёльне проходит более 50 международных выставок, в которых участвуют 42 тысячи компаний. И посещают эти выставки до 2,5 миллионов человек из 200 стран мира. То есть город известен своими выставками. И в распоряжении гостей 250 отелей любых категорий. Но символом города является величественный кафедральный собор. И этот кафедральный собор узнаёт во всём мире башнями. И это вот архитектурная жемчужина города. И посмотреть на... Приезжает, так сказать, ежегодно сюда около 66 миллионов туристов со всего мира. И вот это самая популярная достопримечательность Германии. И в стенах собора, Кёльнского собора, хранится много, так сказать, известных ценностей. Золотой саркофаг с мощами святых волхов. И в Кёльне, так сказать, вот в Кёльнском соборе, находятся захоронения известных деятелей Германии. Ну, есть несколько известных музеев, которые также предлагают туристам, которые посещают Кёльн. Здесь на экране мы видим Франкфурт-на-Майне. Франкфурт-на-Майне – город, в который... Во-первых, это главные воздушные ворота страны. И здесь мы можем наблюдать такой симбиоз истории и современности. С одной стороны, мы находим здесь отреставрированные исторические здания, такие как Церковь Святого Павла, Старая Опера, площадь Рёбенберг. И здесь находится известная всемирная франкфуртская ярмарка, набережная музеев и современными небоскрёбами. И здесь можно отдохнуть в озном из многочисленных ресторанов и отведав местное яблочное вино или пиво. И из Франкфурта вам предлагают совершить экскурсии в Гельдерберг, в Майнц, в Визбаден, а также в некоторые живописные районы в пригородах города. Мюнхен. Мюнхен – это столица Баварии. На юге Германии город находится. На экране вы видите Фраункирхе и Таухенхирхе. Это две таких известных постройки в Мюнхене. Мюнхен – это во II веке новой эры поселение монахов, монастыря. Но Мюнхен, так сказать, стал столицей и резиденцией герцогов Баварии где-то в 1505 году. В 1600 году началось строительство новой резиденции. И затем вот в XVII-XVIII веке произошли сооружения новых построек. И вот сейчас мы посмотрим, что нам предлагают в Мюнхене. Новая ратуша, городской совет. Вот очень такое достопримечательное место. Мариенплац. Здесь вот куранты ратушной башни. На экране мы его видим. Значит, эти куранты чем известны? Они ежедневно в 11, в 12 часов и в 17 объективы всех туристов направлены на эти часы. Потому что они, когда, так сказать, раздается такой сигнал, они показывают две сцены. Турнир рыцарей по случаю свадьбы князя в 1568 году. И танец бандаря. Воспоминания о, так сказать, здесь о чуме, которая была на территории этого региона в 1517 году. Это церковь Святого Духа. Самая старая зальная церковь в городе. Тоже является предметом посещения туристов. Изарские ворота. Построено в 1330 году. Баварский король Людвиг I стал сооружать здесь новое кольцо укреплений. Вот одно из таких достопримечательных мест. Это Мюллерский народный бассейн. Первый крытый общественный бассейн в городе Мюнхен. Значит, первый крытый общественный бассейн. Здесь мы видим Монетный двор. Один из самых, так сказать, ранних аркадных дворцов времен Ренессанса. Сейчас здесь вот музей, но когда-то это здание служило вот основой для того, чтобы здесь вот изготавливали монеты для Баварии. Это Национальный оперный театр. Национальный оперный театр в Мюнхене очень известное место. И многим туристам предлагается вот посещение этого Национального оперного театра. Резиденция. Резиденция. Королевское здание. Построено в 1826-1835 году. И вот в резиденции находится музей. Вот мы это видим сейчас на экране. И музей, который содержит много, так сказать, достопримечательностей. Палата сокровищ. Здесь можно, в общем, увидеть много изделий из фарфора, хрусталя, серебра, резьбы по кости. И в том числе известный крест королевы Гизеллы, статуя рыцаря святого Георгия, баварская королевская крона. Здесь мы на экране видим церковь Фрауенкирхи. Церковь Фрауенкирхи известна тем, что она была заложена вот в 1468 году. И затем неоднократно перестраивалась. Церковь Фрауенкирхи, в общем, необычной величины. 109 метров длины и 45 метров ширины. И в этой церкви находится несколько известных музеев. И самой, так сказать, достопримечательностью этой церкви является алтарные окна, которые были построены уже в 1392 году. Здесь мы видим на экране Фрайберг. Фрайберг город в пригородах Мюнхена. Рыночная площадь. И главная достопримечательность здесь Фрайбергский собор. И в этом городе мы посещаем не только собор, но и в окрестностях прекрасные виноградники. И здесь мы совершаем экскурсии около, вблизи этого города. Следующий город, который предлагают для туристского посещения, это Штутгарт. Вот Штутгарт, здесь на экране вы видите дворцовую площадь Штутгарта. Штутгарт является крупным промышленным центром. В Штутгарте находится всемирно известный завод, где собирают автомобиль «Мерседес». Окруженный холмами, лесами, виноградниками, Штутгарт открывает очень такую интересную, незабываемую панораму. Два замка посреди города находятся. Государственная галерея и крупнейший в Европе зооботанический сад, Вильгельм показывают. И Штутгарт ежегодно проводит осенний праздник, который так же, как и в Мюнхене, называется «Октоберфест». И съезжаются на этот праздник миллионы людей со всего света, и гости посещают старинный район Бонненфильтр, где много ресторанов, баров и антикварных магазинов. Город Регенсбург, исторический город, достопримечательностью является здесь знаменитый каменный мост XII века. И расположенный на берегу Дуная, Регенсбург является идеальной отправной точкой для речных круизов. Германия – страна, которая предлагает туристам не только посетить те или иные достопримечательности, но и провести какой-то праздник. И там в Германии очень любят отмечать праздники по тем или иным событиям. Проводится около 2,5 миллионов культурных мероприятий ежегодно – музыкальные фестивали, концерт классической музыки, представление мюзикл. И вот Октоберфест – один из таких очень известных праздников, когда со многих регионов приезжают на этот праздник туристы. В шатрах им подают пиво, жареные колбаски, и вот они поют, так сказать, участвуют в музыкальных представлениях. И в течение двух недель, с середины сентября до начала октября, собирается, так сказать, вот на такой праздник гости многих стран мира – Октоберфест. В России также предлагается тур, где в течение пяти дней вы можете посетить этот праздник и все, что с ним связано. И примерно в это же время проводится канштадтский народный праздник вот в Штутгарте, где вы можете участвовать в тех или иных мероприятиях и знакомиться с разнообразными лакомствами, которые изготовляют в этом городе. В Германии много музеев. И вот я хочу показать просто некоторые музеи, которые надо обязательно посетить, если вы окажетесь в этой стране. Вот в Дрездене предлагают вам Грюна Гевольве, такой музей, который содержит, как российские горновитые палаты, много исторических достопримечательностей. Музей крестьянского быта Гуттехаля в Шварцвальде. Музей Гутенберга в Майнце. Вот вы видите на экране Библию Гутенберга, которая находится в этом музее. Музей мореходства в Гамбурге. Гамбург – всемирно известный морской порт. Он известен город тем, что большое количество мостов больше, чем в Венеции. И вот известный музей мореходства также предлагается туристам для знакомства в Гамбурге. Что еще предлагают туристам, которые посещают Германию? В Германии огромное количество романтических крепостей и сказочных замков. И они представляют все эпохи и архитектурные стили. И мы можем не только посещать эти музеи, но и можем стать свидетелями рыцарских турниров и принять участие в средневековых праздниках. И в пирах побывать на концертах старинной музыки и спектаклях, так сказать, вот в тех или иных странах, в тех или иных регионах. И вот я просто на экране вам показываю, что здесь туристам предлагается. Королевский пир, как средневековое представление. Затем средневековое шествие. Замок Штернберг. И вот замки – это одна из наиболее таких ярких достопримечательностей, прежде всего, в западной части страны. Какие замки мы тут можем посетить? Замок Кац у города Санкт-Гоарсхаусен. Марксбург. Один из тоже таких около города. Браубах – единственный неразрушенный высотный замок на Рейне. Сооружение поднимается высоко над рекой, 1231 метр. В замке можно посмотреть обстановку, характерную для далекого средневековья. В замке предлагают, так сказать, особые мероприятия, концерты, специальные программы для детей. В артбург в 12 веке, расположенный к северо-востоку от Франкфурта на Майне, Айзенах и крепость в артбург, включенная ЮНЕСКО в список всемирно-культурного наследия, стали одним из центров мировой истории культуры. И вот здесь проходили легендарные соревнования в эпоху Лютера. И здесь Лютер перевел немецкий завет, перевел новый завет на немецкий язык. И на скальном плато высотой около 400 метров вас ожидает удивительное сочетание романтики, готики и ренессанса. Один из самых известных замков на юге Германии, замок Ной Шванштайн, на высокой скале среди живописных гор возвышается всемирно известный сказочный замок Людвига II. Он находится рядом с городом Швангау к югу от Мюнхена. Все, кто бывает в Баварии, обязательно посещают этот замок. Замок был выстроен с 1869 по 1886 год по велению баварского короля в неороманском стиле, в традициях немецких рыцарских замков. И внутренние помещения замка богато украшены изображением сцен из средневековых сказаний. И тысячи туристов со всего света ежегодно посещают эту жемчужину архитектуры и истории, расположенную недалеко от романтической дороги и немецко-альпийской дороги. Вот на экране один из интерьеров этого замка. Замок Нойшвайн осенью в Баварии. Гейдельбергский замок Баден-Вюнтернберг. Замку 600 лет на высоком берегу реки Ныкар. И этот замок входит в маршрут немецкой дороги замков. Здесь находится одна из таких немецких достопримечательностей, одна из самых больших сохранившихся винных бочек Германии объемом 220 тысяч литров. И для иностранных туристов здесь постоянно играют спектакль «Принт-студент» на английском языке, который проводится в рамках фестиваля в Гейдельбергском замке. Охотничий замок Гранец. Замок на Балтийском острове Рюген был возведен в стиле позднего классицизма в 1837-1851 году по заказу князя Вильгельма Мальта I. И замок имеет центральную башню высотой 38 метров, спроектированную великим немецким зодичем Карлом Фридрихом Шинкелем, на которую можно подняться. Охотничий замок расположен всего в 3 километрах от немецкой дороги аллей, посреди биосферного заповедника Юго-Восточный Рюген. Уникальный уголок природы Северной Германии. Замок Готдорф, Шлесвик, Гольштейн. Замок выполнен на высоте. И в замке, это, так сказать, большой охотничий замок с такими угловыми башнями, тоже расположен на немецкой дороге в западной части Рейн-Вестфалии. В Германии предлагается очень широко такой активный отдых. И немцы очень любят виды отдыха, связанные с занятием спорта. И пешком по национальным паркам, на велосипеде, по романтическим маршрутам, на байдарках, по многочисленным чистым озерам, на надувном плоту, по бурным речкам. И предлагаются также теннисные мероприятия, лыжи, сноуборд в Альпах, парусный спорт, винт, серфинг на северных и балтийских морях, полеты на дельтаплане. И вот это говорит о том, что многие виды спортивного туризма очень широко распространены Германией. И Германия – это настоящий рай для активного отдыха. Вот, например, велосипедные туры очень распространены. До 150 маршрутов проложены по всей Германии от южной границы до острова Узидом в Балтийском море. Это вот велосипедные маршруты. И общая длина велосипедных дорожек составляет в этой стране около 40 тысяч километров. И вот когда вы путешествуете на велосипеде, вы видите прекрасные пейзажи и замки, озера. И для туристов, которые путешествуют по стране на велосипеде или, так сказать, вот пешком, существует очень большое количество таких вот отелей, где можно переночевать. И вот специально для велосипедистов существуют вот такие места, оборудованные места отдыха для ночного, так сказать, для ночного отдыха. И веломаршруты уже на карте обозначены. Есть веломаршруты по Балтийскому побережью, вдоль там рыбацких деревень, вдоль отдельных таких городков, как Росток, Висмар, Штральзунд. И многие, в общем, предпочитают вот такой маршрут провести, такой маршрут осуществить в летний период. Затем есть очень интересные маршруты для пешего туризма. Пеший туризм, однодневный или многодневный поход вместе с друзьями, с семьей, в одиночку, в группе, с инструктором предлагается вот на туристическом рынке этой страны. И Германия предлагает множество интересных пеших маршрутов, но самый известный из них – это маршрут по горам Тюрингенского леса. И вот такой маршрут, пеший маршрут, 168 километров. 168 километров, который хорошо, так сказать, проработан и предлагает туристам совершить такой маршрут. А другой известный дальний пеший маршрут – это, отмеченный многими призами, Ротхатштайн. Это Вестервальди, который называют как бы «дорога чувств». И насладиться чистотой природы можно также на маршруте трех озер в Гессене, который пролекает от города Бат-Арольсен к озерам Твистер-Зея, Эдер-Зея и Димил-Зея. Вот маршрут такой по маршруту, но трех озер. Баварский лес. Баварский лес – зеленая крыша Европы. Считается раем для пешего туризма. И регион между Дунаем, Богемским лесом и границей Австрии – это вот крупнейший такой массив в Центральной Европе. И хорошо обозначенные пешие маршруты ведут через таинственные леса и ухоженные культурные ландшафты. Значит, вот такое есть место. И для тех, кто любит проводить отпуск в палатке или авиаприцепом типа караван, в Германии имеется около трех тысяч кемпингов, которые рассредоточены по всей стране. И вот такие кемпинги предлагает определенный уровень сервиса. И уровень сервиса в значительной степени вырос. И, в общем, кемпинги очень привлекательны для того, чтобы вы могли за небольшую плату путешествия остановиться в том или ином месте. Зимний спорт в Германии. Значит, немецкие центры зимнего спорта Германии, такие как Гармиш-Пахтер-Кирхен, в горах Гарц, Баварский лес, они открывают возможности для того, чтобы вы занимались зимними видами спорта. В Германии в 1936 году в Гармиш-Пахтер-Кирхене проходили зимние олимпийские игры. Зимние олимпийские игры. На этих зимних олимпийских играх впервые принимали участие спортсмены, которые соревнуются в горных лыжах. И вот центры горно-лыжного зимнего спорта, они обладают развитой транспортной системой. До них легко добраться на автомобиле, поездом, самолетом. И зимними видами спорта в Германии можно заниматься также и летом. Потому что в Альпах есть некоторые места, где есть ледники, и вы можете кататься на лыжах, вот в определенных лыжных таких манежах. Что еще вам предлагают, так сказать, на курортах Германии? Вот очень распространенный вид путешествия. Это путешествие связано с тем, что вы хотите не только отдохнуть, но и поправить здоровье. И для этого есть возможности во многих странах. Но в Германии имеется весь курортный сервис и имеются давние традиции. И давние традиции, они поддерживаются. Потому что курорты Германии очень популярны. Там находятся более 50 климатических, 48 морских, здоровительных курортов. Один из таких известных курортов – Баден-Баден. Город роскошных отелей, казино, культуры. И в Баден-Бадене предлагаются и многие виды лечения, которые постребованы среди туристов многих стран. Морской курорт, вот, Хай-Легендам, тоже известное место. Потому что здесь шесть корпусов как бы образует единый роскошный курортный комплекс. Грандиозный отель кемпинский в Хай-Легендам. И затем, вот, курортные, так сказать, все такие места для посещения. В Германии очень популярен семейный отдых. И семейный отдых в Германии организуется таким образом, что вот надо создать такие туры, чтобы семья нашла здесь возможности отдыхать всем и, как бы, творить свои интересы. Ну, мама интересуется культурой и шопингом, допустим. Папа хочет заниматься спортом. Дети хотят приключения. И вот, есть специальные программы семейного отдыха. И они предлагаются вот на туристическом рынке. И вы можете выбрать одну из таких программ. В Германии знают, что нужно семьям невысокие цены, специальные пакеты с детскими ценами, семейное размещение и недорогой отдых. Ну, меньше, допустим, чем 40 евро за ночь. Такие вот фирмы, такие вот туры сейчас создаются специально для семей, желающих путешествовать по Германии. Ну, вот, на этом я хотел бы лекцию сегодняшнюю закончить. Я вам просто перечислил набор тех достопримечательностей, которые предлагаются на туристическом рынке этой страны. Здесь существуют самые большие возможности для того, чтобы люди смогли удовлетворить свои, так сказать, потребности и предлагают набор туристических достопримечательностей самого различного вкуса и интереса. На этом я лекцию заканчиваю. До следующей встречи.